Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс, и мы на аккаунте Бухалыча. Сегодня будем убивать ведьму. Не просто убивать ведьму, а тремя разными способами. Первый способ это будем воспользоваться вот такой вот ВСС винторезом и двумя зарядами С4. Это самый не экономный способ, зато просто самый простой, проще его, только я не знаю, что... Прям самый изишный способ убить ведьму, это нужно, конечно, потратить 2 зарядика С4, ну и взять с собой хотя бы самый простой огнестрел. Но все-таки огнестрел. Как бы не так, но ведьма остается довольно-таки серьезным противником. Сражаться с ней каким-то слабоватым оружием, это чревато последствиями. То есть, может съесть броню, может не хватить хилок и всего остального. Я думаю, что лучше всего использовать какой-то глок. Но мы сегодня практикуем самый легкий, но самый не экономный способ, ребят. Это самый первый такой вот способец. Нужно взорвать вот эти коконы. Так, взрываем с помощью С4 кокона. Их тут 2. Бам! То есть, у нас ведьмочка, она где-то там шаманит. Она охраняет свои коконы. Но как бы нужно в режиме стекцика здесь пройти и все это обезвредить. Бабах произошел. Теперь ведьма для нас, ну, вроде бы противник. Остается противником, но теперь намного проще будет ее убить. Так, согрили и поехали щеголять 94 критующего урона. То есть, довольно-таки неплохо мы себя здесь чувствуем. Единственные противники, которые здесь придут, это вот эти зараженные волки. Эй, ты что там на древесине-то делаешь? Давай, слази, давай, давай, ты что? Давай драться, ты что? Будешь кусаться, что ли? Задание выполнено, не знаю, что за задание. Но у меня, ребят, оно выполнено. Ведьма, которая полезла где-то туда наверх. Что она там делает? Смотрите, хилится ведьма, прикольно. Но, все равно, она нам не самая большая проблема. Единственное, что нужно не опускать ниже 60 хп. Все, оторвало руку там, разорвало ведьму пополам. Ничего с нее не упало. Но, тем не менее, у нас готовый способ убиения ведьмы. Для этого мне понадобилось, ну, я думаю, что полтора в СС, потому что один был наполовину надбитый, а второй целый. Ну, и немножечко броней 6 аптек. Переходим к следующему способу, который будет уже менее затратный, но зато более опасный. Итак, мы в зараженном лесу и второй раз прогружаем эту локацию. Сейчас мы увидим, что здесь можно будет сделать, но только с другим видом оружия. Сейчас мы будем использовать самую топовую FN SCAR. Даже с активным модулем. Выстрел, я не помню, проникающий выстрел, то ли что-то такое. То есть, нет, требуется модуль. То есть, все-таки активки у нас с собой нет. Что? 3 FN SCAR, аптечки и броня спецвойск. Именно таким оружием, попытаясь сегодня убить ведьму, сразу же согрел ее, улетели ХП сходу. Теперь нужно двигаться. Двигаться и двигаться. Сейчас движение это, я думаю, двигатель прогресса. Сейчас попробуем выжить. Нас будут просто атаковать неимоверная куча вот этих ползунок. У меня какие-то там задания повыполнялись, я не знаю, что это все такое. Но, тем не менее, выглядит это очень круто. И где наша ведьма? Подхилюсь. Автохил меня выручил вообще со всей силы. Ниже 68 ХП нельзя опускать. Она очень больно бьется. Итак. Итак, ребят. Я надеюсь, что я выживу. Вау. Сколько много-много-много бегут ко мне вот этих ползунок. И надеюсь, что выживу. Надеюсь, они меня не разденут. И все будет в топе. Фэнскар заканчивается. Но, тем не менее, зомби заканчиваются немного быстрее, чем мой фэнскарчик. Так, ведьмашка. Ты где? Ты где, ведьма? Ты где, моя спутница жизни? Опа. Опа. Отъехала. Ух ты, как лапки-то сложила. 40 ХП. Последний выстрел нанес критический урон в размере 40 урона. Посмотрим, что нам выпало в этот раз. С ведьмы выпали крупные кости. И такой метод убиения ведьмы тоже довольно-таки неплохой. Зачистить все, что здесь есть. Это неплохой, как бы, бонус. Как вы видели, я не взрывал вот эти два кокона. Они остаются живыми. И вот, что они нам дают. Кучу, кучу проблем, которые со всех сторон набегали в виде ползунов, паразитов, бегунов. Короче, кучу стайных зомби. И всех их нужно было убить. Только, наверное, фэнскар и калаш М16 в топовых модулях могут справиться с этой проблемой. А мы переходим к третьему способу. Надеюсь, что мы также с легкостью убьем нашу ведьму. И без, как говорится, сучка и задоринки у нас все пройдет. Итак, ребята, это третий раз у нас. Мы также в зараженном лесу. И есть у меня три дробовика. Также в топовом обвесе. Все это очень выглядит красиво и круто. Конечно, можно убивать ведьму с первым способом. Любым огнестрелом. Если вы будете писать, что для нуба, чем лучше для начинающего игрока убивать ведьму. Я вам скажу, что первый способ с двумя С4 подходит лучше всего. Итак, у меня есть спринт. У меня есть автохилл. Это все поможет нам как бы убивать третьим способом. Это довольно-таки самый такой прикольный, самый экономный способ. Если у вас есть картич, пользуйтесь. Как говорится, все у вас должно получиться. Максимально чистим всех зомби, которые по кругу. Так, мы помним, что 68 хп это критический урон. Итак, первое, что нужно сделать, вот этих зараженных волков съесть, убить. И потом, конечно же, ребят, постараться пострелить один прицельный разочек. Убиваем там сразу несколько зомби. Здесь сейчас нам поможет спринт. Он не раз меня спасал. Нам нужно бегать до тех пор, пока у нас не загрузится наша картич. Повторно. Для того, чтобы выстрел сделать еще один и убить остальных зомби. Все остальные зомби для нас должны быть небольшой проблемой. Бам! Все по губам. Как говорится, бам-бам по губам. И где-то сейчас к нам бежит, спешит наша подружка, которая уже отхилилась, правда. Но особой проблемы я это не вижу. Мы сейчас будем ее... Ух ты, 68 опять лупанула. Вот и что такая дерзкая, а? Мне кажется, что вот этот способ как-то более самый опасный. Так как она что-то разбушевалась. Но дробовик отстреливает ей руки. И это тоже есть огромным плюсом, ребят. В том, что мы... Опа, 68. Так, волки, волки. Волки. Мне нужно волков убить. Как минимум. Как минимум волков. И теперь, как говорится, приступаем к самому интересному. Половинку мы убили. И спринт, спринт. Поехали, поехали. Бегаем, пока у нас не откатится еще один выстрел. Еще один выстрел. Будем в топе, как говорится. Пускай приснится им на одном месте ресница. Сейчас нам нужно выстрелить. Ну, я думаю, что здесь уже проблем нет. Так как волки, в принципе, были минусованы. О, смотрите, толстяк где-то что-то лицом в ветку уперся. И как бы не идет дальше. Так, 68. У нас еще вот эта длинная лапа у нее осталась. Поэтому... О, все. Бесполезный кусок мяса. Бегает и может только 3 урона вам нанести. Отстрелил две рученьки нашей ведьмочки. Ребят, прикольно, да? Смотрите, она вообще теперь бесполезный кусочек безрукого какого-то существа. Сейчас мы подождем, пока еще раз откатится у нас выстрел дробовика. Я думаю, чтобы снести вот этих стайных зомби вместе с ведьмой. Ну, ведьма, конечно, не пойдет. Но это будет все равно прикольнее, чем... Ну вот. Хорош. Вот теперь прикольно. Ведьма просто кусачем. Она зубом, наверное, там кусается. Я не знаю. Давайте убьем ее кулаками. Будет прикольно. Бам-бам-бам. Что? Ведьма. Тетушка ведьма, а вы без рук. Как вам там? Хорошо вообще? По печени просадил. И что? Кости. Потребуется вам для этого два топовых дробовика. Я думаю, стайк хилок. Также спецвойск броня. Ну, это, наверное, самый такой экономный способ. Да, может, если не использовать никаких багов. Ну, или хитростей в игре. Вот так вот, ребят, получилось. Также у нас два кокона есть. Также эти два кокона у нас, ребят, остались целыми. Невредимыми. И вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Но самое главное-то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. И мы увидимся в следующих видео. Всем удачи!